Приветствую вас, Юлия. Знаете, ну, вы определитесь, наверное, как-то с тем, что вам хочется. То есть, здесь исключительно вопрос выбора стоит. То есть, не получится так, чтобы было хорошо и ему, и вам будет кому-то плохо. И пока плохо только вам. Стоит ли ваша жизнь этого? Ну, вот этот момент я полагаю решать. На этот вопрос, точнее, ответить можете только вы. Я так подозреваю. Вот. Больше ответить на этот вопрос некому. Вот. Так что, мне кажется, что момент здесь вот такого плана. На мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Значит, что можно сказать? Ну, с точки зрения психологии, вы находитесь в очень зависимых отношениях. Я бы, да, я бы сказал. Вот. Вот. И мне кажется, что вам нужно это обязательно иметь в виду. что вы находитесь в очень зависимых отношениях, на мой взгляд. Вот. Вот. Значит, с точки зрения психологии, вы здесь, ну, представляетесь мне своего рода жертвой. который жалеет человека, позволяет себя издевать, ну, вот, позволяет относиться к себе, ну, вот, так, как вы относитесь. И, если честно, если честно, если честно, ну, я не думаю, я не думаю, что это прям такая вот хорошая и конструктивная, самая главная позиция для вас. Вот. Поэтому, что-то же вам решать. С точки зрения, опять же, психологии, у вас заниженная самооценка. Вот. С точки зрения психологии, у вас заниженная самооценка. Вот. С точки зрения психологии, вы, вероятно, боитесь остаться одна, вот. Ну, боитесь остаться в одиночестве. С точки зрения психологии, вы обесцениваете себя склонно угождать, вот, ну, людям. То есть, есть некоторые аспекты, которые, ну, которые могут влиять на ваше поведение. Вот. Жалость к мужчине обоснована тем, что вы склонны как-то вот, ну, либо бессознательно, либо бессознательно, ну, скорее всего, бессознательно. Бессознательно. возвышать себя на дни, вот, потому что жалость, как правило, это именно про возвышение. Собственно, себя над, ну, над другим человеком, вот, и, соответственно, вы терпите это все, но, как бы, как бы знаете, что все равно мужчина, он не жива, все равно мужчина, он благодаря вам стал тем, кем стал, например. Ну, так вы можете думать, по крайней мере, вот, ну и вся тонкость в том, что это иллюзия, которая ведет вас никуда. Вот, несчастье, это ни в коем случае не любовь, вот, жалость, это чувство помещающая любовь, чувство очень часто выдаваемое за любовь, но не являющаяся любовью, ни в коем случае, вот, поэтому, поэтому тут вот так, на мой взгляд, можно сказать вам, вот, и, соответственно, соответственно, все на этом, то есть, опять же, да, вот непонятно, что вы хотите сами, сами, что вот вам, что вот вам-то нужно, то есть, невозможность сделать выбор, да, невозможность сделать выбор, то есть, фактически, та проблема, вот, которая мешает вам, к примеру, быть, ну, быть счастливой, вот. Так что, до тех пор, пока вы не возьмете ситуацию в свои руки, до тех пор, пока вы не возьмете, именно, вот, на себя ответственность за то, что происходит, вот, ну, ситуация так и будет выглядеть, вот, к сожалению. Потому что она, ну, она вот такая, эта ситуация. Отчасти, да, в некотором смысле, вы сами создали эту ситуацию, вот. Вот. И, тут, как бы, мужчина, он, просто, показывает вам ваши отношения. Зато он относится к вам так, как вы, ну, как вы позволяете. Смотрите, какая штука. Вот. Тут, тут, нет, ни хорошего, ничего, ни плохого, это просто данность. Вот. Соответственно, соответственно, пока не будет исправлено и выправлено ваше отношение к самой себе, да, вот. Ну, ситуация не изменится, на мой взгляд. Ситуация не изменится, она будет, ну, вот, такой, какой она является, на данный момент, ну, на данный момент. Такой, какая она является здесь, ну, вот, здесь и сейчас. И сейчас. Вот. Я понимаю, что вам это может быть неприятно, я отдаю себе отсчет о том, что вам может быть эта история, этот момент неприятен. Но, ну, пока, что, все выглядит вот, вот так, на данный момент. На данный момент, пока, все выглядит так. Таким образом. Вот. А я бы рекомендовал, что бы я рекомендовал, оооо, почитать, оооо, про треугольник Гартмана. Вот. Во-первых, прочитать про треугольник Гартмана. Ага, потому как это достаточно важная история, вы находитесь, находитесь здесь, вот, в позиции такой, жертвы. Вот. Определите, что вы хотите для себя, и почему вы позволяете так к себе относиться. То есть, проследите, проследите за вашими, допустим, чувствами. Ну, вот, в этом, в этом направлении, да. Вот. Ну, и дальше, наверное, все будет, в принципе, понятно, да. То есть, будет понятно то, чего вы хотите. Будет понятно то, что вам нужно, и готовы ли вы что-то, ну, реально, что-то для этого делать, да. То есть, готовы ли вы реально то, чтобы, да, чтобы ситуация изменилась, да, чтобы ситуация стала другой, вот. А, готовы ли вы. То есть, если готовы, то хорошо и прекрасно, если готовы, вот. Если нет, если не готовы, ну, в таком, в таком случае, а если вы не готовы что-либо менять, да, то вот, тут уже вопрос к вам, что вы хотите, в таком случае, от психологов, да. Вот. Потому что обратите внимание, что вы не задаете свой вопрос, вот. Просто говорите, что не знаете, что делать, вот. тут тонкость в том, что ваша позиция, она формировалась годами, она формировалась не один год, вот. И, соответственно, чтобы ее поменять, чтобы ее поменять, чтобы ее изменить, нужно ваше желание. Нужно желание именно меняться. Если этого желания нет, то ситуация достаточно плачевная будет. Вот. Потому что вы сейчас вредите себе, вы вредите своему ребенку, своими действиями, вот. Вы говорите, вот, заметьте, заметьте, заметьте тоже, вы говорите про, ну, про человека, да, вы говорите про человека. Но вы не говорите про себя. Вот. То есть, вот именно, про себя, а речи, как таковой у вас не идет. Вот. То есть, в основном, это история про, про мужчину, в основном. Это речь про любого. Это не про вас. И это мне кажется, тоже таким существенным проявлением того, что вы относитесь к себе, ну, не очень хорошо. Вот. А в целом, партнер, в целом, партнер, это отражение нашего отношения к себе, это отражение нас. Поэтому, ну, нет ничего удивительного в том, что при условии, что вы, вот, относитесь к себе, немножечко, ну, немножечко, скажем так, ну, обезценивающе. Вот. Нет ничего удивительного, что, может, и партнер относится к вам как-то так же. Вот. Другой вопрос, что вы, если этому, ну, вы позволяете этому происходить? Вот. Знаете, какая штука? Вот. И это вопрос к вам, почему вы позволяете этому происходить? Вот. Почему вы считаете, что вы должны, ну, спасать мужчину? Почему вы считаете, что это вот прям-прямо такая ваша, ну, ваша обязанность? Да, и так далее. Почему вы считаете? Почему вы считаете, что это ваша обязанность? То есть, мне кажется, вот эта вот, эм, та история, которую, ну, тоже нужно раскрыть. И, чем лучше вы это делаете, тем лучше будет для вас. Вот так вот, эм, что касается, эм, проблем, да, что касается проблем у мужчины, то, они всегда были, есть и будут, эм, проблемы, и вы можете всю твою жизнь, эм, тратить на решение этих проблем, эм, ну, на, ну, проблемы, эм, тратить на проблем, на решение, решение проблем, эм, мы, мы, мужчины. А, вот. И, эм, хорошего, хорошего здесь, эм, для вас, эм, мало что может быть. Кроме того, что человек будет снова и снова вас, эм, использовать, да, снова и снова и снова вас будет как-то обесценивать и принижать, потому что ему это необходимо. Ну, вот. То есть, тут, эм, главное понять именно, эм, именно себя, тут главное понять именно то, почему с вами это происходит и как, как вы это допускаете, чтобы это происходило, вот. вот это важно. Понимаете, какая штука, какая штука? Эм, ну, так вот, вот так, примерно. Я думаю, можно ответить, эм, вам на вопрос, который вы задаете. Эм, я надеюсь, что помог вам. Эм, сперва нужно спасти себя, если вы хотите, вот, кому-то помочь, да, то, сперва нужно помочь, эм, себе, вот. А сейчас вы, ну, я надеюсь, не будете спорить с тем, что, что вы, и, эм, себе не помогай. И, по сути, вы, эм, перечисляете свои, вот, переломы, эм, с некоторой долей, эм, ну, я могу ошибаться, конечно, эм, с некоторой долей, и, может быть, не злорадство, но, что вот это со мной получилось, что вот это, эм, я, что вот, 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 со мной произошло, эм, вот. Но, эм, ведь именно, именно вы, эм, сделали это возможным, сделали возможным, что, то, что сейчас происходит. И, эм, при чем здесь? Эм, мужчина. Вот. Вот. Здесь вам, по сути, эм, все говорят, ну, все говорят терпеть, да? Ну, почему? Почему вам, эм, все говорят терпеть? Почему люди считают, что вы, эм, ну, что вы можете и должны терпеть? Вот. И, эм, вот, об этом вам, эм, на мой взгляд, стоит, подумать, и выисследовать. И, вот, условно говоря, эм, повысив, эм, основное, самооценку, да? Повысив, эм, повысив, вашу самооценку, если повысить вашу самооценку, то вы уже, э, сами, вероятно, не захотите быть, э, человеком, который вас не уважает и не ценит. Понимаете. Ну вот. Вот это вот такая примерно история. И я не могу, к сожалению, да, и не могу сказать, что это какой-то такой вот лёгкий процесс. То есть вот этот вот процесс, понятие смартфонки – это лёгкий процесс. Нет, это не лёгкий процесс. Это далеко не лёгкий процесс. Вот. Но если вы хотите жить счастливо, если вы хотите для себя и для своего ребёнка чего-то хорошего, то мне кажется, что вы этот процесс, ну, запустите, да, и пройдёте его. Я думаю, так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, пока, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо. До новых встреч. Пост�ик, удачи. Приятно.